Компания «Аксилот» существует на рынке уже более 16 лет. Все это время мы занимаемся складской транспортной логистикой. За эти долгие и в то же время короткие 16 лет мы запустили более 200 разнообразных проектов в самых различных отраслях. Это позволило нам накопить багаж знаний и каждую новую отрасль привносить в что-то еще и новое из других отраслей. Сегодня речь пойдет об алкогольной специфике. Но помимо складской транспортной логистики мы также еще занимаемся материально-техническим обеспечением, управлением нормативно-справочной информацией. Нормативка очень важна для территориально распределенных структур, а также торговой деятельности, предприятия документа оборота, инвентаризации, управления имуществом. Также финансового учета, корпоративной отчетности. Отдельно у нас есть подразделение, которое занимается оптимизацией законогрозных систем. Это вот если у вас вдруг ваша система тормозит и за счет этого вы теряете деньги большие, мы тоже с удовольствием решим вам эту задачу. Здесь я передаю слово Александру. Он расскажет о складах алкогольной продукции наших проектов. Собственно переходим к основной теме нашего вебинара, то есть к складам алкогольной продукции. Почему мы говорим именно о дистрибьюторах? Потому что их специфика немного отличается от производителей. Как и в любой другой отрасли, склады готовой продукции при производстве и склады дистрибьюторов имеют определенные отличия. Мы говорим сегодня о дистрибьюторах. Какие же основные особенности у нас есть на складах алкогольной продукции? Сам по себе алкоголь как товар очень близок к продуктам питания, то есть характер заказов, характер хранения, грузообработки очень близок к любым другим продуктам питания. Основное отличие составляет необходимость выписывать специфические документы, которые требуются в рамках российского законодательства, которые требуют Росалкогольрегулирования. И собственно выписка этих документов и является основной спецификой. Для того, чтобы выписать правильные документы, нам необходимо отследить всю цепочку поступления партии товаров от приемки, то есть от поступления товара на склад, все его движения внутри склада и до отгрузки товара на склад, чтобы к правильной партии приложить правильные документы. Собственно это как правило основная задача при автоматизации складов алкогольной продукции. Соответственно также учет товара кроме партии ведется по датам розлива, то есть это параметр аналогичный срокам годности в обычных продуктах питания. Собственно для решения основной задачи по выписке документов мы используем акцизные марки, которые имеет непосредственно каждая бутылка и для отслеживания движения товаров мы используем именно информацию на этих акцизных марках. Давайте перейдем к следующему слайду, чтобы наглядно видеть о чем мы говорим. То есть наши алкогольные документы это всегда справка ГТТ либо сертификат, в котором имеется набор диапазонов акцизных марок, которые к нам поступили на склад и эту же справку в виде копии мы должны приложить к товару, когда мы будем его отгружать со склада. Соответственно наиболее легкий способ отслеживания этих марок использование 2D терминалов сбора данных, то есть терминалы сбора данных, которые умеют сканировать двухмерный штрих-код и считывать этот самый номер марки. Ситуация осложняется немного тем, что есть марки старого образца, которые к счастью на сегодняшний день уже полностью вышли из оборота. Но вполне возможно, что через какое-то время будут снова изменения в законодательстве и опять же мы получим несколько образцов акцизных марок, с которыми нужно будет работать отдельно. Собственно вот два образца у вас на экране вы видите. Марка, которая приведена справа, это марка современного образца, которая сейчас активно используется. Хочу обратить внимание, что некоторые компании на этапе начала проекта, то есть проектирования, заблуждаются, думая о том, что отсканировав один штрих-код акцизной марки, можно считать полностью всю информацию, в том числе дату производства, то есть дату розлива товара. Обращаю внимание, этой даты там нет, там есть исключительно номер акцизной марки, более ничего. Но тем не менее, считывая этот номер, мы можем определить, к какой партии относится товар, какая номенклатура этого товара. И если у нас правильно заполнен справочник, и мы изначально занесли корректно данные по этой партии, то есть указали, что эта партия имеет одну дату розлива, и она у нас указана. Если у нас занесены все диапазоны акцизных марок, то таким образом, используя систему, мы все-таки можем путем сканирования марки получить полную информацию по бутылке. Но не нужно думать, что информация непосредственно находится на самой марке. Опять же, использование терминалов сбора данных с двухмерным штрих-кодом, со сканером, который позволяет сканировать двухмерные штрих-коды, это незаменимый инструмент для алкогольных складов. Без его использования работа значительно запрудняется. В текущий момент в нашей системе ВМС-4 управления складом реализован ряд дополнительного функционала, который, собственно, и позволяет нам отрабатывать любые ситуации и любые варианты работы с алкогольным товаром. Так, например, мы можем учитывать марки каждую отдельно, можем учитывать диапазоны, можем подстраиваться под разные длины акцизного номера. Он, конечно, в текущий момент фиксированный, постоянный, три знака серия, пробел плюс 12, непосредственно номер акциза. Но в дальнейшем вполне вероятно, что этот номер будет меняться, поэтому в нашей системе предусмотрено, что в дальнейшем можно будет этот номер поменять. Идем дальше. На этом слайде мы видим пример справочника партии, куда мы заносим непосредственно наши акцизные номера. То есть под каждую партию мы должны получить список этих диапазонов либо от поставщика, либо путем ручного ввода, либо путем сканирования. То есть масса способов и каждая конкретная компания решает эту задачу по-своему. Конечно, если вы работаете непосредственно с производителем напрямую, то качество ваших документов выше, получить первичную информацию проще. Количество, опять же, диапазонов серийных номеров меньше, количество партий в одной поставке меньше и в целом вам работать с алкоголем проще. Если же вы получаете свой товар от другого дистрибьютора или он приходит вам через границу, то есть с таможни, то в этом случае вам, конечно, работать тяжелее и больше специфических трудностей. Таких, как, например, в одной поставке много партий одного и того же товара, то есть много разных справок с наборами диапазонов. Большое количество диапазонов в каждой справке. Большое – это сотни диапазонов и тысячи акцизных номеров. Плюс качество этих документов гораздо ниже, то есть это документы, которые ксерокопировались несколько раз и которые прочитать бывает достаточно тяжело. Ну и такие трудности тоже система позволяет решить и работать в том числе в таких условиях. Идем дальше. Также при выполнении операций в системе, при выполнении, в частности, приемки, отбора, разные компании выставляют разные требования, опять же, в силу того, с каким товаром они работают. Когда поставщики присылают качественный товар, то есть одна партия, четкие, понятные документы, минимум пересортов – один вопрос. И это одна степень контроля. То есть достаточно, допустим, проверить одну бутылку с каждой палеты на приемке и глубже делать не нужно. С другой стороны, если мы, опять же, получаем товар от дистрибьютора, то возникают сложности, когда на одной палете может лежать несколько разных партий, и тогда нам нужно проверять больше одной бутылки, как минимум 3-5 бутылок, бывает и более. Соответственно, в системе реализованы настройки, которые позволяют выводить нужную для алкогольного товара информацию, выполнять поиск по акцизному номеру, то есть сканировать акцизную марку, мы можем сразу видеть, к какой партии она относится, есть ли эта партия в нашей поставке. И, соответственно, если нет, то отклонять такой товар и возвращать его поставщику, либо требовать корректных документов. Также при приемке и при отборе, то, что я сказал, мы можем устанавливать в системе количество бутылок, которые нам необходимо проверить на каждой палете, либо в каждом заказе по одной партии. Что бывает достаточно важно, как при приемке, так и при отгрузке, чтобы быть уверенными, что мы отберем товар строго той партии, которая была запланирована, и что в конечном итоге документы, которые мы распечатаем, также будут соответствовать нашему отобранному товару. Что, собственно, является основной целью при отгрузке алкогольного товара. Это основные моменты специфики алкогольных складов. Нужно еще обратить внимание, что в силу большого количества документов на алкогольных складах, как правило, сам процесс выписки документов занимает значительное время. То есть на один автомобиль могут документы выписываться от получаса до часа. Соответственно, если у нас 10, 20, либо 50 автомобилей на отгрузку, то процесс выписки может занимать всю ночь. И это огромные пачки документов по 500 и 1000 листов. В системе не скажу, что это как-либо влияет на функционал, но это влияет на построение процессов, на их последовательность. И, как правило, такие склады работают круглосуточно, либо может круглосуточно работать подразделение по выписке документов. То есть, чтобы обеспечить отгрузку утром, всю ночь документы должны готовиться. Опять же, документы могут выписываться как из корпоративной системы. В этом случае информация об отобранном товаре выгружается в корпоративную систему. То есть, какой товар с какими партиями фактически был отобран, и тогда корпоративная система может выполнить печать нужных документов. Либо можно реализовывать печать непосредственно из ВМС. В этом случае все скан-копии всех справок должны храниться непосредственно в самой ВМС. И она это позволяет делать. То есть, закрепляются сканы документов за непосредственной партией. И точно так же печатаются на отгрузку. Далее я расскажу о двух складах непосредственно с алкогольной продукцией. На них больше ничего нет. Только крепкий алкоголь, который имеет акцизные марки. Значит, компания Агора, несколько слов о ней. Это крупнейший и старейший оператор рынка России, который занимается винами. В частности, Массандрой, Инкерман и Алаверди. Нет у них никаких других товаров, только крепкий алкоголь. Специфика, конечно, у них состоит в том, что работают они непосредственно с производителем. И, как я уже сказал, это более простой вариант, когда мы имеем документы лучшего качества и в конечном счете товар лучшего качества. Два слова о складе самой компании. Вижу первый вопрос, чуть позже отвечу на него. Сейчас закончим про компанию Агора и тогда поотвечаю на вопросы. Значит, компания имеет склад порядка 6000 квадратов. Опять же, склад весьма специфичный. Компания имеет три этажа, на каждом хранятся палеты непосредственно в штабельном хранении. То есть нет классических фронтальных стеллажей, когда в одной ячейке стоит одна палета. Но, опять же, учитывая, что компания работает с производителями, у них не очень большое количество партий. И поэтому могут обеспечить хранение одной партии в одной ячейке. Или, как минимум, двух-трех партий в одной ячейке. То есть небольшого количества достаточного, чтобы обеспечить правильный отбор. Задачей проекта, как и на большинстве алкогольных складов, было реализовать сквозной партийный учет и выписку корректных документов. И в том числе реализовать идентификацию товара по акцизной марке. То есть самая главная проблема, которую решал склад, это проблема возвратов, которые к ним возвращались по причине некорректно выписанных документов и штрафов с этим связанных. Компания использовала терминалы сбора данных с 2D-сканером, который я говорил. И которые позволяли сканировать как штрих-код самой бутылки, так и штрих-код акцизной марки. Помимо этого, производитель для данной компании маркировал каждый короб продукции с штрих-кодом партии. То есть даже не было необходимости вскрывать каждый короб, чтобы сочетать номер партии с бутылки. Номер партии был непосредственно на коробе. Обращаю внимание на этот момент, потому что это очень сильно упрощает процесс обработки. И ускоряет его. Конечно, не все поставщики могли это сделать, но какое-то количество товаров, примерно 20-30%, на входе компания сама маркировала. То есть до выполнения приемки каждая коробка обклеивалась штрих-кодом партии. В дальнейшем это упрощало всю складскую обработку. Не нужно было вскрывать короба при отборе, при перемещениях, при инвентаризации, чтобы понять, к какому из партий принадлежит этот ящик. Поэтому если вы на своем складе можете обеспечить такую маркировку, то она очень сильно поможет в автоматизации ваших процессов. Но, конечно, надо понимать, что стопроцентная маркировка – это процесс затратный и нужно понимать выгоды и на них затраты. Также в данном проекте в силу особенностей топологии склада, то есть три этажа и хранения в штабеле, был реализован отбор товаров методом группового отбора. То есть, когда заказы объединялись в группы, после этого выполнялся отбор из мест хранения товара целиком под всю группу заказов в целом, после чего выполняется сортировка товара непосредственно по заказам. Опять же, такой метод отбора целесообразен при сравнительно небольшом количестве артикулов. У этой компании, напомню, он до 1000 активных, ну и, соответственно, в день порядка 500 артикулов отгружалось. И в данном случае он был оправдан и эффективен. Помимо этого, было еще требование обеспечить выполнение требований к партиям и качеству товара при отборе. Что это значит? Это значит, что контрагенты, получатели грузов бывают разные, и данная компания не исключение. То есть, есть федеральные сети, такие как Ашан, Метро, которые выставляют повышенные требования, которые качественно все проверяют, и штрафы, и ошибка в работе с которыми стоит очень много денег. Соответственно, например, было такое требование, как отгрузка одной партии в одном заказе. То есть, если мы отгружаем какое-либо вино, там, Массандра, то требование контрагента получать строго одну партию. С чем это связано? Это связано с тем, что получатель не хочет возиться с большим количеством документов. Потому что, если мы отгрузим одно и то же вино трех-четырех разных партий, соответственно, мы должны приложить к нему 3-4 пакета документов. Это для получателя усложняет приемку, увеличивает ее время. И если получатель может затребовать и получить от поставщика более качественный, простой вид заказа, то он это делает. Вот, соответственно, они это требовали. С другой стороны, если склад всем будет отгружать по таким правилам, то, в конце концов, на складе окажется большое количество каких-то остатков, каких-то кусочков партий, с которыми будет непонятно, что делать. То есть, порядка 10-20% контрагентов имеют повышенные требования, все остальные, какие-нибудь мелкие магазинчики, варьки, таких требований не имеют. Соответственно, им отправлялись товары без каких-либо особых требований. Также могут быть аналогичные требования к качеству товара, то есть товар с потертой этикеткой или там немного поцарапанной, например, тот же Ашан брать не будет. Но для небольшого магазинчика у дома это не есть отличие. Система ВМС-4 позволяет реализовывать такую сетку различных правил и выполнять, вернее, даже не выполнять, учитывать условия и требования каждого контрагента и формировать задачи на отбор таким образом, чтобы каждый контрагент получил товар в соответствии со своими требованиями. Идем дальше. Особенности данного проекта, да, автоматизация происходила в период пиковой нагрузки, то есть осень, предновогодний период. Конечно, это очень сильно осложняло, очень замедляло работу, но какого-либо существенного падения остановки, либо недоотгрузок не было. И, в принципе, запуск прошел достаточно гладко и хорошо. Результаты данного проекта, то есть, да, учет по партиям был реализован и, собственно, была решена основная задача. То есть, действительно, количество товара с неправильными документами практически было сведено к нулю, то есть тех проблем, которые компания испытывала ранее, их уже не было. Да, в силу того, что раньше компания не учитывала товар по партиям и не вела сквозной учет от приемки до отгрузки партий, то в какой-то мере работы стало выполняться больше и поэтому роста производительности в данном проекте существенного не было. То есть, не тот рост, о котором можно говорить. Но надо сказать, что и задача так не ставилась. То есть, основная задача была избавиться от штрафов, связанных с неправильными документами. Она достигнута была. На складе было автоматизировано 25 мобильных рабочих мест, то есть, это 25 сотрудников, одновременно работающих на терминалах сбора данных. Как правило, это пиковый момент, момент сборки, когда собираются все заказы. Также повысилась сама точность сборки заказа, то есть, пересорты по товару, по партиям уже сказал, то есть, все это снизилось. И, естественно, фактически остатки склада тоже в разрезе партий были приведены к учетным. То есть, что это значит, когда мы на стороне корпоративной системы думаем, что у нас есть какие-то партии, какие-то товары в каком-то количестве, а по факту, придя на склад, видим, что ситуация несколько иная. В данном случае учетные остатки и фактически были выровнены, и ситуации, когда отдел продаж заказывает товар, а его нет на складе, такие ситуации также практически сведены были к нулю. Ну, собственно, по компании Агора это все. Сейчас посмотрю вопросы. Давайте, может быть, я тогда на несколько вопросов отвечу. Значит, один из вопросов, какие конкретно модели терминалов используются, и нужен ли Wi-Fi на складе. Значит, модели терминалов мы используем, как правило, Motorola. Выбор на них мы остановили не случайно, поскольку у нас довольно тесная интеграция именно с этими моделями терминалов. Мы даже можем определять, когда считывается штрих-код именно сканером, а когда вводятся цифры вручную. Это позволяет определить нюансы, как работают сотрудники. То есть, вплоть до этого. Значит, терминалы мы используем в 3000 серии для отборщиков, в 2000 серии терминалов используются для техники, как правило, помимо специализированных моделей для техники. Вот. Используем, сейчас нам используем 2D-считыватели. Как вы обратили внимание, на акцизных марках там уже 2D-коды. Используются для того, чтобы их считывать, необходимо именно фотосканер. На слайде, который был представлен, модель терминала Motorola, который носится на руке со считывателем на пальцах, там тоже работает 2D-модель. Можно также подключить 2D-сканер и считывать фактически любые коды, как 2D, так и обычные штрих-коды. Вот. Ну, помимо, так сказать, отличия еще от лазерного в том, что у 2D-сканера есть прицел, который может точно прицелиться именно на код. Вот. По поводу Wi-Fi я скажу, что мы также используем моторовскую основу Wi-Fi. Это очень плотная интеграция, вплоть до того, что терминалы экономят энергию батареи и не так часто обращаются в фоновом режиме к точкам, если бы это было там, ну, в случае, если бы это был не моторовский Wi-Fi сети. То есть, таким образом, мы можем поставить оборудование и терминалы, и Wi-Fi, провести радиообследование склада, установить эти точки, настроить и сдать все под ключ, и мы будем отвечать за полное комплексное решение, за функционирование и оборудования, и системы на складе. Вот. Я воспользовался небольшой паузой, передаю Александру следующее представление, пока вы пишете вопросы. Смотрю следующий вопрос. Правильно ли я понял, что система реализована на платформе 1С? Да, верно. Система реализована именно на платформе 1С, реализована на ней полностью и имеет открытый код. То есть, после внедрения системы в эксплуатацию, вы можете пользоваться как нашей поддержкой, так и поддержкой собственных разработчиков, в случае, если у вас достаточно компетентный отдел IT. То есть, система не требует обязательно строго нашей поддержки. Ну, я бы еще добавил, что, несмотря на то, что код открыт, система 1СМС использует параметрические настройки, и там многие процессы меняются непрограммистами. Это должен быть хорошо обученный пользователь, знать, какие настройки где включаются. То есть, система параметрические настройки. В том числе, да, система имеет большое количество функционала, который настраивается параметрически, и очень большое количество процессов можно настроить без выполнения каких-либо доработок и изменений. В том числе, в системе реализована возможность, не меняя саму систему, в конкретных местах, таких как, например, планирование отбора, планирование подпитки, вставлять свой собственный произвольный алгоритм, то есть, код, написанный, например, программистом, но вставленный в систему без изменения ее конфигурации. То есть, это как внешний модуль, который не ломает архитектуру системы, но при этом позволяет вам вносить свои изменения, что тоже очень эффективно по сравнению с изменениями непосредственной системы. Это предусмотрено на случай таких вариантов, например, как вдруг с 1 января RAR меняет какие-либо правила, и появляются какие-то новые условия, которые раньше не то, что не существовали, а даже предположить о таком нельзя было. И, конечно, заложить в систему их было невозможно, но вот есть всегда возможность новые правила органично встроить в существующую систему. Следующий вопрос. Есть ли опыт интеграции с ЕГАИС по товарам, обмен информацией в разрезе диапазонов марок? На текущий момент завершенных проектов, где такая интеграция реализована и запущена в эксплуатацию, нет, но есть проекты, на которых такая интеграция сейчас выполняется. Просто эти проекты еще не завершены, поэтому говорить о них пока ничего подробного не могу. Но в целом опыт рассмотрения данного вопроса есть, и выработки решения его присутствуют. Так, вижу еще один вопрос. Как именно проводилось внедрение по отдельным номенклатурам, по отдельным складам? Еще как-то сколько времени длится проект? Значит, давайте начнем с конца. Проект длится обычно от двух до четырех месяцев. Если мы говорим про небольшой склад, то это может быть один-два месяца даже. Небольшой это до тысячи квадратов. Если мы говорим про средний и крупный склад, то есть 3, 10, 20 тысяч, то это может быть 3-4 месяца, может быть 6-8, в зависимости от количества товарных групп, сложности процесса, организованности и готовности непосредственно заказчика. То есть если заказчик строит новый склад и вовремя не успевает его подготовить, то, конечно, проект от начала до завершения может растягиваться. Еще я добавлю по поводу производственных складов. То есть еще сложность могут добавлять склады не только дистрибьюторские, но еще и там производственные. Также, поскольку нужно будет учитывать не только готовую продукцию, но и сырье и материалы. И я немножко хотел дополнить Александра по поводу вопроса по интеграции. Точнее, скажем так, напомнить Александру. Значит, интеграция у нас производится с помощью механизмов сервисных шинопредприятия. Александр, расскажи, пожалуйста. Сервисная шина предприятия позволяет объединить в систему обмена несколько разных платформ, если это корпоративная система, бухгалтерия, транспортная система, ВМС, то есть складская система и какая-либо еще другая, возможно, производственная и так далее. То есть шина данных – это универсальный инструмент, который просто и широко позволяет объединить несколько систем и реализовать обмен между ними. Собственно, это достаточно новое решение, но уже хорошо зарекомендовавшее себя в работе, которое упрощает процесс обмена данными между двумя и более системами. Хочу еще закончить по предыдущему вопросу, как именно проводилось внедрение по отдельным номенклатурам или складам. Это вопрос неоднозначный, на разных складах производится по-разному, но, как правило, это либо выделенные товарные группы, которые могут быть отделены друг от друга независимо. Это значит, что у них либо формируются заказы отдельно друг от друга, либо эти заказы можно разделить. Но, как правило, происходит по складам. То есть есть склад, и он может быть запущен целиком и полностью сразу, то есть без дополнительного дробления. Ну, это вопрос по каждому складу конкретному отдельно. Можно ли попробовать демо-версию программы? Такой готовой демо-версии для использования нет, но вы можете обратиться в нашу компанию по указанным контактам, и мы проведем для вас непосредственно презентацию, ответим на ваши более детальные вопросы, и этот вопрос рассмотрим в том числе. Следующий вопрос. Насколько достаточный базовый функционал стандартной конфигурации WMS-4? Насколько большой объем изменений, как правило, вносится в стандартную конфигурацию? На текущий момент, в последний примерно год, критичных изменений, таких, чтобы большие изменения в рамках одного проекта практически не вносятся. 90% функционала настраивается параметрически. 10% это скорее какие-то косметические изменения, которые не то, чтобы нельзя было это решить в рамках системы, просто хочется, чтобы это было еще лучше, еще удобней, и адаптировано под конкретного пользователя. По вопросу доработкам, надеюсь, ответил, потому что есть еще один вопрос также по доработкам. Полагаю, что вопрос исчерпан. Расскажите о специфике решения для производителей алкогольной продукции. Особенно интересно послушать по конкретным примерам. Дело в том, что здесь мы говорим о непосредственно, конечно, дистрибьюторах. У производителей меньше проблем с партиями, то есть они, как правило, работают с партиями последовательными, крупными и нераздробленными. То есть в этой части им работать проще. Есть у нас примеры внедрения на алкогольных складах. Как правило, это пиво, оно до текущего года в части учета немного отличалось. Там не было индивидуальных таких акцизных марок с серийными номерами. Но, насколько я знаю, сейчас уже в ближайшее время тоже не получат такие же акцизные марки, как и крепкий алкоголь. У нас, по-моему, был вебинар непосредственно по производителям, где этот вопрос освещался. Ну, собственно, давайте продолжим про следующую компанию Агросека. И вы тем временем готовьте дополнительные вопросы и направляйте их. Значит, компания Агросека – это дистрибьютор крепкого алкоголя, которая также уже около 20 лет на рынке, имеет разветвленную сеть и имеет ассортимент больше, чем у компании Агора и работает с большим количеством различных поставщиков, в том числе с импортным товаром. И в полной мере в своей работе сталкивается с теми проблемами, которые я говорил о большом количестве партий, о разрозненном товаре и плохим качеством документов. Площадь склада здесь поменьше, но при этом используются фронтальные палетные стеллажи до шести ярусов, напольное хранение и также используют круглосуточную работу. Как и в предыдущем проекте, было основным требованием обеспечить корректную товаросопроводительную документацию, также снизить зависимость от персонала, то есть чтобы, скажем, новые сотрудники обучались быстрее и все могли работать везде. Этапы проекта, то есть это был задан вопрос, как происходит проект, вот здесь коротко это описано, то есть первый этап – разработка концептуального дизайна, второй этап – подготовка макета системы, то есть непосредственно выполнение параметрических настроек под конкретный склад, под конкретные процессы, в случае необходимости, если она действительно есть, могут выполняться какие-либо доработки. И третий этап – предпусковое тестирование и обучение пользователей, ну и, собственно, выполнение запуска и поддержка работы склада при запуске. Собственно, все стандартные этапы любого другого проекта. Надо обратить внимание, что данная компания не пошла по пути использования 2D-сканеров в силу того, что у них уже был парк ТСД, терминалов сбора данных, и на них 2D-сканеры отсутствовали. То есть они не захотели менять терминалы и решили от этого отказаться. Это, конечно, в существенной степени усложнило процесс, потребовало маркировки коробок внутри склада, то есть обычными одномерными штрих-кодами маркировать короба с партиями и в какой-то мере снизило точность учета. Тем не менее, даже при этом, качество отгруженных заказов и соответствие их документам значительно выросло. Выросло увеличение скорости подготовки заказов, потому что до этого на складе было подобие партионного учета, реализовано вручную, что занимало очень много времени. То есть перевод это на использование терминала сбора данных в полной мере. скорость все-таки увеличила. Ликвидированы были потери по срокам годности, то есть выполнение правил ФЕФА, то есть отгружаем в первую очередь самый старый товар. Также были выполнены, производительность труда выросла и увеличилась скорость сбора заказов. Собственно, вот коротко об этом проекте. По товару данного проекта скажу, что это самый разный крепкий алкоголь, как водка, шампанское, коньяки, текива, вина. То есть полный набор от среднего до элитного алкоголя. Все у них есть, всем представлен ассортимент. Думаю, участники рынка хорошо знают эту компанию и знают, чем она торгует. Так, ну давайте посмотрим еще на какие-то вопросы, может быть, мы сможем ответить. У нас время уже, к сожалению, заканчивается. Значит, у меня еще небольшой один вопрос по поводу интеграции. Все-таки что такое сервисные шины и как она используется для интеграции? Вот используются ли веб-сервисы при интеграции? Да, конечно, веб-сервисы используются. Сервисная шина – это специализированное программное обеспечение, которое позволяет гарантировать доставку информации от потребителя к получателю. При этом, так сказать, поставщик информации, он может единожды поставить какой-то пакет информации в сервисную шину, а она раздаст уже непосредственно всем подписчикам, для кого эта информация была выложена, с гарантией получения этой информации получателем. Даже если они в текущий момент были где-то отключены, недоступны, то при первом же подключении она ему эту информацию доставит. Ну и, собственно, при трех и более интегрированных системах данный механизм позволяет четко отслеживать пути интеграции и получать эффект за счет того, что если нам где-то что-то нужно добавить или убрать в интеграционных механизмах, то мы можем это сделать только с одной стороны, между сервисной шиной и непосредственно той системой, в которой меняется интеграция. Далее давайте еще посмотрим, какие есть вопросы. Есть ли какие-либо аппаратные решения приемки продукции по акцизным маркам с возможным получением конкретного перечня типа конвейера? Скажем так, если говорить про склад, когда товар поступает запечатанный в заводскую упаковку и для подобного сканирования его придется полностью распечатать, просканировать и полностью запечатать, то на складе, наверное, это нецелесообразно будет использовать. С другой стороны, есть опыт внедрения похожих систем не конкретно для алкоголя, а вот конвейера со сканированием штрих-кода товара при движении по этому конвейеру. То есть в целом такой опыт есть, применительно конкретно к акцизным маркам алкоголя, наверное, нет. Но нужно понимать, как это будет выглядеть и какая непосредственная задача все-таки решается. Как правило, настолько глобальное сканирование все-таки будет сильно дорогим. Вот, но еще типа конвейера, это совсем непонятно, что значит типа конвейера. Конвейер – это, собственно, механизм, который позволяет нам транспортировать продукцию, то есть быстро осуществлять перемещение между точками. А уже аппаратное решение приемки – это уже нечто другое. На конвейере можно использовать и RFID-метки, если вам позволяют процессы, позволяет ваш бизнес использовать RFID-метки для уникальной идентификации каждой бутылки. И, соответственно, при прохождении ящика через ворота сканирования RFID-меток мы будем сразу понимать, какая продукция у нас в этом ящике ушла. Единственный момент, который нужно ответить, что все-таки алкогольная продукция является таким экранизирующим веществом при сканировании RFID-меток, поэтому здесь должны использоваться специализированные метки, они недешевые, так скажем так. Поэтому это, скорее всего, имеет смысл для дорогостоящей продукции. Вижу вопрос по Duty Free. Требуется список марок. В системе WMS-4 это реализовать можно, но нужно понимать, что придется в этом случае пересканировать каждую бутылку. Как этот процесс лучше организовать? Это нужно обсуждать, глядя на специфику заказов, их объем, количество бутылок и топологию склада. Но реализовать это можно. Еще один вопрос. По обоим этим проектам документы печатались из ERP, то есть из корпоративной системы. Но возможность печатать из WMS-4 тоже присутствует и на других проектах она использовалась в том числе. Проще, наверное, все-таки на ERP печатать все товаросопроводительные документы, а за счет того, что у нас полная интеграция, и она довольно тесная, это не составляет каких-либо сложностей. Поскольку все данные о ценах и хранятся в ERP, поэтому имеет смысл это делать в ERP. в большей части проекта. Коллеги, ну давайте на этом заканчивать. Вопросы еще остаются. Пожалуйста, пишите, мы уже просто не успеваем. И мы на ваши вопросы ответим уже после вебинара. После окончания вебинара. Большое всем спасибо. Всего доброго. Всем спасибо. Всего хорошего.